Сахарный диабет первого типа. Такой диагноз поставили Николаю Чебаевских, когда мальчику было 3,5 года. Тогда в его жизни появился глюкометр и уколы инсулина. 13 раз в день родители прокалывали ребенку палец, чтобы измерить уровень глюкозы в крови. Когда болел, приходилось делать и до 20 тестов. Ребенок кричал и плакал, не понимал, что это для его блага. Когда я был маленький, мне что-то не по себе было. А теперь я просто привык. Мы покупаем вот такие сенсоры и просто раз нажал на кнопочку и померялся сахаром. Не нужно там колоть пальцы, ждать, пока померяется сахар. Ну вот, мне она очень нравится. Два года назад благотворительный фонд подарил семье инсулиновую помпу и систему непрерывного мониторинга. Она круглосуточно отслеживает уровень глюкозы в крови и подает инсулин в организм в зависимости от показателей. Теперь прокалывать палец нужно только 3 или 4 раза в день для калибровки сенсора. Плюс вот этого сенсора еще лучше, что ему не надо мерить сахар при всех. Это вообще тяжело, когда либо в куртке на прогулке на улице, либо на морозе как-то, ты же не померяешь сахар. Вот мы нажимаем на кнопочку, все видно, все наши сахара. Плюс огромные в школе. Сенсоры быстро выходят из строя. Каждый месяц нужно от 10 до 18 тысяч рублей на покупку новых, в зависимости от того, какая система мониторинга у больного. Программа обязательного медстрахования не покрывает эти расходы. Как можно пользоваться каким-то устаревшим методом, неудобным никому, то есть ни пациенту, и доктор. Доктор, вот он, например, когда кривую сахара видит, он лучше может понять, подсказать дозу, чем он видит только замеры глюкометра. Краевая диабетическая организация «Диавиктори» обращалась в Минздрав страны. Просила выделить финансирование на системы мониторинга для детей. Там ответили, на федеральном уровне вопрос не решен. Обращайтесь в региональный Минздрав. Может, они смогут внести изменения в краевую программу. Но и там отказ. При осуществлении самоконтроля за уровнем глюкозы, применении сенсоров, систем не имеет преимуществ, не дает ожидаемых результатов и не способствует достижению целевых показателей лечения и не улучшает прогнозы продолжительность жизни пациента. То есть вот эта фраза, она очень сильно, скажем так, идет в разрез с теми клиническими рекомендациями, алгоритмами специализированной помощи, которые утверждены Минздравом Российской Федерации. Это очень сильно, скажем так, возмутило наших родителей такой ответ. Сегодня в Алтайском крае около тысячи детей с сахарным диабетом первого типа. Чтобы обеспечить системой каждого, нужно около 200 миллионов рублей в год. Есть ли решение у этой проблемы? Такой вопрос задали родители детей диабетиков на прямой линии с губернатором Виктором Томенко. Этот вопрос обязательно надо решать. Я его уже в Министерство здравоохранения поставил в качестве задачи для решения. Не одно Министерство здравоохранения здесь будет заниматься, и Министерство финансов придется здесь очень серьезно поискать, потрудиться, поговорить. Надо будет, конечно, нам с парламентом нашим краевым подумать, может быть, нам все-таки, ну вернее, до тех пор, пока нет решения на федеральном уровне, все-таки, учитывая, что сама возможность есть и проходить мимо нее, это, ну, я полагаю, в известной степени это как-то будет не по-человечески просто. Губернатор Виктор Томенко дал поручение региональным ведомствам разобраться в этом вопросе. На прямой линии он отметил, возможно, системами мониторинга удастся обеспечить часть детей по принципу нуждаемости. Анастасия Меншакова, Денис Кузьменко. Новости. Денис Кузьменко. Новости.